В Кремле на традиционной ежегодной церемонии президент Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам и иностранцам. Всего отметили более 40 человек. Среди них кинорежиссер Никита Михалков, худрук театра эстрады Геннадий Хазанов, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Их наградили орденами за заслуги перед Отечеством. Помимо этой награды президент вручил ордена Александра Невского, мужество, почеты дружбы, медали и знаки отличия. Среди гостей были два героя России – космонавт Сергей Рязанский и полковник Серик Султангабиев. Они получили свои почетные звания за мужество и героизм. Ваши успехи и достижения, ваша смелость и мужество, верность Отечеству – убедительное доказательство того, что современная Россия достойна своих великих предков и своей великой истории. Я сердечно поздравляю вас с вручением государственных наград. В связи с командировкой Сергея Аксенова в Москву на два дня заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС в Крыму проведет начальник главного управления МЧС России по республике Сергей Шахов. Провести в том же режиме протокольное решение, вы все знаете, вы в принципе штабом руководите, в каждодневном режиме. Как обстановка за последние сутки, что изменилось, какие острые ситуации возникли. В связи с запуском энергомоста на полуостров 12-часовой график подачи света в дома крымчан соблюдается. Уже появилась холодная горячая вода, народ оживает, это чувствуется. Везде мы мониторим обстановку, во все районы звоним, бывает даже звоним и сельсоветы, села, везде люди довольные, все появилось, все нормально. С сегодняшнего дня парк Львов-Тайган и Ялтинский зоопарк «Сказка» закрыты для посещения. Такое заявление сделал директор Олег Зубков. Акция объявлена бессрочной в знак протеста против действия властей. Зубков также намерен рассмотреть возможность переезда зоопарков в другой регион. Этой акцией я хочу продемонстрировать всем, что мы способны на такой шаг, как закрыть парки. Если потребуется перевоз и переезд моей коллекции в любую другую страну или в другой регион России, я готов рассмотреть и эти предложения. Работать в Крыму сегодня в такой обстановке просто нет никакой возможности. Я буду требовать отставки прокурора Крыма, который делает безответственные, а порой лживые заявления. Напомним, Олег Зубков обвиняется в причинении телесных повреждений легкой степени тяжести подчиненному сотруднику «Сафари-парка Тайган», директором которого является Зубков. По данному факту, Следственным комитетом по республике возбуждено уголовное дело по пункту Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса России. Также Следственный комитет России по республике расследует уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений ребенку в парке Львов-Тайган, в результате которых он лишился пальца на ноге, что грозит директору еще одним сроком заключения. В свою очередь, прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала требования Зубкова о своей отставке словами неуравновешенного и неадекватного человека. Он уже написал мне обращение, чтобы я добровольно ушла в отставку. Это просто мягко, скажем, требование какого-то неуравновешенного и неадекватного человека. Это не ему решать. Решение Зубкова о закрытии парков, по словам Поклонской, говорит о его неспособности обеспечить нормальные условия пребывания животных. Решение о закрытии Зубков принял, исходя из собственных соображений, без какого бы то ни было давления. Он руководитель, пусть принимает решение. Если он не может обеспечить необходимые условия, то, по всей видимости, он их и закрывает. Значит, так ему и надо. Знак протеста? Да ради бога. Пусть сам садится в клетку. Для меня решение о закрытии говорит только об одном. У него действительно не соответствуют условия для того, чтобы там содержались животные. Свою позицию по отношению к ситуации с зоопарками озвучил глава Крыма. Сергей Аксенов назвал решение о закрытии шантажом и очередной попыткой пиара. Привычка жить шантажом, она же ни к чему хорошему не приводит. У нас постоянно какие-то скандалы. То есть другие люди, наоборот, в данном случае, в связи с тем, что есть режим ЧС, пытаются друг другу помочь. Наоборот, какие-то свои амбиции, знаете, поглубже засовывают, пытаются совместно пройти эту ситуацию. А кто-то со всего делает пиар, вы поймите. Ну, неприемлемая ситуация. Люди зарабатывают достаточно много, в том числе и господин Зубков. Мог спокойно купить себе генератор. Это как раз бы и выражалось в плане помощи. Не вижу никаких абсолютно проблем. Устраивать этот пиар, там лично для себя, то есть в том плане, что кто-то там чего-то не дал, какую-то генераторную станцию, повторяют десятый раз. У меня будет выбор, между тем, дать какому-нибудь роддому или детскому дому. Я всегда дам детскому дому и дам львам. При всем уважении. После запуска первой очереди энергомоста веерные отключения электроэнергии на полуострове не прекратятся. Об этом в ходе видеомоста Симферополь-Москва сообщила министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина. При этом чиновник заверила, жилой фонд будет обеспечиваться электричеством по максимуму. На данный момент специалисты ведомства разрабатывают методику энергоснабжения промышленных предприятий. В частности, заводы с инфраструктурой, например, общежитиями и магазинами. Они будут получать электроэнергию наравне с населением. А вот для производственных площадей планируется выделять мощности строго по графику с 9 утра до 6 вечера. Мы рассчитываем то, что нормальная жизнедеятельность полуострова будет, когда у нас будет возможность обеспечить 1350 мегаватт. Я лично ориентируюсь на эту цифру. Графики будут. Жители, мы будем стараться по максимуму обеспечивать временем энергоснабжения. Но в то же время, в дневные часы, мы сейчас проводим работу по выработке методики обеспечения промышленных предприятий. Больше непобратимое в Белогорск в водоснародном порядке расторг отношения с турецким городом Ялова. Это решение на внеседной сессии городского совета единогласно приняли местные депутаты. По их словам, руководители Яловы не выполняли договоренности и до сих пор не признали Крым российским. Точку в истории поставил акт агрессии в Сирии, когда наш Су-24 был сбит турецким истребителем. Продолжит Елена Бережная. На внеочередную сессию Белогорского горсовета вынесено всего два вопроса. Первый главный из них – расторжение соглашения о сотрудничестве с турецким городом Ялова. Просим разорвать в одностороннем порядке соглашение от 27.06.2011 года о муниципальном побратимском сотрудничестве между городами Белогорск, Республика Крым, Российская Федерация и Ялова, Республика Турция, согласно пункту номер 5. Инициаторами рассмотрения этого решения выступили члены фракции «Единая Россия». Депутаты говорят, Белогорск и Ялова побратимы только на бумаге. На деле же эти два города уже давно не связаны друг с другом. Ни район, ни город, я вам так скажу, никакой помощи не почувствовал от города Ялова, в целом от Республики Турция. Приехали, будем так говорить, покрасовались здесь, уехали и больше, в принципе, связи нет. Связаться с руководством турецкого города побратима депутаты пытались еще год назад. Однако ответ, который услышали тогда, их разочаровал. Власти Яловы заявили, статус Белогорска, как, впрочем, и всего Крыма, не определен. А значит, никакой дружбы быть не может. Последней каплей стали недавние события в Сирии. Когда сбили самолет над Сирией, мэр города Ялова не высказал даже своей позиции. Поэтому сегодня и было вынесено такое решение. Поэтому я считаю, оно справедливое. К турецкому народу у нас никаких претензий нет, мы его также любим, также уважаем. Но на сегодняшний день дальше продолжаться так не может. Поддерживают решения местных депутатов и жители Белогорска. Многие, кстати, даже не знали, что у их города есть турецкий побратим. Зато за ситуацией в мире люди следят внимательно. Мы, конечно, не разделяем, что не так поступают. Правительство Турции очень даже не согласны. Такие руководящие, я не знаю, умы уже такие высшие сделали. Это вообще недопустимо. Вот я так считаю. Это вы сейчас говорите по поводу русских руководителей? Да, да. По поводу именно, что сбили наш самолет. Агрессивность нам совершенно не нужна. Мы мироволюбовый народ. Поэтому я считаю, что правильно сделал Путин, что разорвал отношения всякие с Турцией. Своё решение депутаты Белогорского района направят в письменном виде руководству Яловы. Разрывают отношения с городами из Турции и другие крымские города. Например, Ялта теперь не дружит с Анталией. Алушта с Синопом, а Симферополь с Искишехиром. Елена Бережна, Александр Чукалов. Время новостей. Белогорск. С момента нарушения энергоснабжения в Крым доставлено почти 42 тысячи тонн топлива. В пресс-службе МЧС России отметили, а оно направлено в том числе для работы генераторов. С учетом текущего потребления топлива автономными генераторными установками, в наличии имеется запас на 18 дней. Также в ведомстве подчеркнули, что на полуостров доставлено почти 3 тысячи тонн жиженого газа и более 18 тысяч тонн угля. Кроме того, в Крым планируется дополнительно доставить генераторы из Пермского края. В год двухсотлетия со дня рождения выдающегося просветителя, богослова, дипломата, святителя Гурия Карпова, архиепископа Таврического, в Крыму открылась юбилейная церковно-дипломатическая конференция. Два дня форума будут посвящены обсуждению наследия святителя и современного геополитического процесса в контексте эволюционного развития российско-китайских отношений. Торжества начались ранним утром с божественной литургии и молебна о раке с мощами святителя в Кафедральном Петропавловском соборе. В годы Великой Отечественной войны он явился во сне одной благочестивой монахини и сказал, что он сохранит свой град от разрушения. И действительно, Симферополь остался практически нетронутым. Это заступничество святителя о своем городе и Симферопольской Крымской епархии чувствуется и сейчас. На выставке в библиотеке Таврика, где были представлены уникальные документы, свидетельства жизни и деятельности владыки Гурия, был презентован сборник издательства Нижнего Орианда. Блестящая оформленная книга вышла благодаря финансовой поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Это переписка, это дневники, это часть представленных здесь документов, листов, это фотографии редкие. Читайте ее. Суть в том, что в проповедях святителя они и сегодня актуальны. Вы найдете для себя ответы на многие вопросы и, возможно, наставления, правильные наставления. Выдающийся просветитель и богослов архиепископ Гурия вошел в историю нашего Отечества и как блестящий дипломат. Этот его талант вполне реализовался в период служения в пекинской миссии. В силу блестящего знания китайского языка участвовал в переговорах и подготовке дипломатических документов. Одним из главных документов, в разработке которого принимал участие святитель Гурий. Это был знаменитый Тянзинский трактат 1858 года. Пленарные заседания прошли в Таврической духовной семинарии. Детище святителя, духовенство, ученые, дипломаты, семинаристы. Вспоминали владыку Гурия, проповедника, дипломата и пламенного патриота своего Отечества. Юлия Орлова, Андрей Псом, Катерина Пескунова и Юрий Рябов. Время новостей. Все подробности о двухдневном юбилейном форуме смотрите в авторском проекте Юлии Орловой. Теперь и прежде следите за эфиром. А мы не прощаемся. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok